С 1 января 2015 года все мигранты, претендущие на работу в России, в обязательном порядке должны сдать комплексный экзамен по русскому языку, истории и законодательству. Как эта процедура будет проходить в Крыму, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. У нас в студии ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Александр Николаевич Рудяков. Здравствуйте. И руководитель локального центра тестирования Ирина Сергеевна Бугаева. Добрый день. Давайте начнем по порядку. Этот экзамен, каковы критерии его оценки, как будет проходить, собственно говоря, сама эта процедура. Кому это вопрос адресовать? Я понимаю, Ирина Сергеевна больше знает тонкости. Да, значит, экзамен комплексный, то есть в него включаются русский язык, история, вопросы по истории и вопросы по законодательству. Экзамен по русскому языку включает в себя как тестовую часть, так и часть устную, то есть говорение, беседу. Вопросы по истории и по законодательству, это тестовые вопросы, которые решаются за определенный период времени, в зависимости от того, какой тип экзамена человек сдает. И, соответственно, ну вот из этих пунктов и состоит наш экзамен. Вы сказали, какой тип экзамена, то есть есть несколько видов экзамена. Да, есть несколько видов экзамена. Это экзамен для получения патента, экзамен, который необходимо сдать для получения разрешения на временное проживание, для вида на жительство и, конечно, экзамен для получения гражданства. Четыре таких вида. Да. А что будет, если человек не сдаст этот экзамен? Если человек не сдаёт экзамен, он получает не сертификат, а справку. И нужно будет пересдать либо несколько модулей, либо экзамен целиком. Готовиться нужно как? Как в университете с книжками засыпать под подошку, класть или как? То есть серьёзная действительно, скажем так, база знаний требуется? Или всё-таки человек, который, ну, разговаривает на русском языке, так или иначе, читал русскую литературу? Ну, вы бы сдали, да. Я бы сдала? Вы бы сдали, да. Вот, хорошо. Ну, тем не менее. Да, ну, всё зависит, во-первых, от уровня экзамена. Наиболее простой экзамен – это экзамен для получения патента. Наиболее сложный, конечно, для получения гражданства. Надо сказать, что экзамен, безусловно, рассчитан на уровень, скажем так, ну, не… То есть готовиться не спать ночами с книжкой под подушкой, этого не требуется. Это уровень какой-то общей эрудиции, общих знаний, ориентированного на то, что люди, которые приезжают в эту страну, должны знать о истории, должны знать какие-то основные моменты, касающиеся законов этой страны. Ну, и русский язык, моменты, связанные с экзаменом по русскому языку – это экзамен на понимание русской речи, то есть на возможность ответить, на возможность объясниться. То есть не экзамен на грамматику, не экзамен такой, как мы сдавали все в школе. Это экзамен именно на понимание, на возможность коммуникации в стране. Александр Николаевич, нагрузка и ответственность за проведение такой процедуры возложены именно на КРИПО. Почему выбрали именно ваш институт? Ну, вы знаете, мы просто оказались первыми в Крыму, мы начинали принимать еще в прошлом году, это все, мне кажется, в ноябре у нас первые экзамены были, да, и первые сертификаты мы выдавали. Поэтому мы очень надеемся, что и другие учебные заведения подключатся к этому процессу, потому что работа безгранная, и нас одних не хватает. А занялись мы, во-первых, потому что у нас, вы знаете, очень сильная русистика в институте, и учебники, да, и специалисты. Ну, а причина формальная заключалась в том, что ФМС обратилась к нашему министру Гончаровой Наталье Георгиевне, и получили поручение сделать такой центр. Выяснили возможности, оказалось, что всего в России четыре таких университета, которые имеют лицензию на такой экзамен, и по договору с этими университетами мы можем стать локальным центром. Вот мы этот договор заключили, выучили наших тестер, да, или тестеров, у нас трое их, и так вот, собственно говоря, все это произошло. Ну, да, 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 люди обученные, прошли подготовку в Москве, насколько нам известно, получили специальные вилетические следствия, в общем, все, все серьезно, даже вот у вас лежит документ, да, вы продемонстрируете, то есть это специальный сертификат, да, его нельзя подделать, насколько я знаю. Нет, невозможно, водяные знаки на нем, и номер, штрих-код, то есть сертификаты выдаются Москвой, это сертификат человека, который уже прошел экзамен, и, соответственно, его уровень русского, то есть история законодательства, это вот уровень для получения сертификата. Александр Николаевич, уже есть наплыв желающих? Как справляетесь? Если есть, то кто эти люди? Откуда в основном? Наплывом я бы, честно, даже бы поскромничал, потому что это лавина, это очень большое количество людей, и особенно много их было в тот момент, когда еще была неопределенность со временем пребывания сейчас в Крыму. Насколько я знаю, сейчас продлили мигрантам до 1 августа, да, срок пребывания, и стало как-то полегче. Первоначально это был просто шквал, лавина людей, я вполне их понимаю, потому что это наши соотечественники в недавнем прошлом, это люди в основном с юго-востока Украины. И у нас есть, ну как, скажем, у Керченской переправы есть некие ограничения, да, то есть они могут столько перевести, сколько могут перевести. И у нас есть такие ограничения, мы можем принимать в неделю там 150, скажем, человек. Мы не можем прыгнуть выше этой цифры, потому что мало принять экзамен, там очень строгие требования к соблюдению законности, своей процедуры, нужно вбить это все в базу, в тот же день. То есть это очень серьезная и, знаете, такая формально трепетная вещь, здесь нельзя как бы допускать ошибки. И на каком-то этапе мы поняли, что сегодня наш институт, который продолжает переучивать учителей, сегодня мы переподготовлены украинистов, научили по русскому языку, мы уже работали в три смены. Когда мы столкнулись с этим наплым людям, мы поняли, что нам нужны новые площади, новые помещения для размещения центра. И мы обратились сейчас и к министру, и в комитет по образованию с просьбой решить такую нашу проблему. Кроме этого, вы знаете, я хочу воспользоваться вместе с Ириной возможностью и обратиться к тем людям, которые приходят к нам записываться на экзамен. Мы стараемся делать все возможное, что в наших силах, чтобы принять всех. И то, что сегодня стала у нас сокращаться очередь на где-то полторы тысячи человек, но сегодня мы принимаем три раза в неделю. Единственная просьба к тем, кто приходит к нам, как-то более ответственно относиться к своей очереди. Потому что человек не является на экзамен, бывают и такие случаи, не понимая, что тем самым отбирает очередь у кого-то, кто мог бы прийти в этот день. И вот мы как-то просим, чтобы эта очередь была подтверждена. Мы понимаем, что есть разные причины, кто-то документы не оформил, кто-то не успел приехать, но тем не менее. Мы бы быстрее сокращали эти очереди, потому что мы понимаем, что это Черноморнефтегазпром, это какие-то серьезные компании, которые заинтересованы. Поэтому здесь надо обоюдно эту проблему решать. Довольно значимые, действительно, если ведь эти люди не получат соответствующего документа, заставляется работа каких-то организаций. Я думаю, что все, кто сдаст, получат документы, мы все успеем сделать. Там есть небольшая, конечно, еще проблема в том, что, скажем, сертификат идет не 10 дней, как вот по России, к нам чуть больше из-за наших проблем с логистикой, с почтой. Но это все проблемы такие, знаете, решаемые. Поэтому процесс поставлен на поток, мы как бы делаем все от нас возможное и хотим уверить и крымские власти, и наших, в общем-то, не клиентов, а наших слушателей, что все, что возможно, институт делает в этом направлении. Елена Сергеевна, мы знаем, что у вас есть опыт уже проведения, то есть вы не понаслышке знаете, каково это, как. То есть вы тот опыт, который, скажем так, получили на материковой части России, сейчас привезли уже воплощать в Крыму. Крымчанам столкнутся ли они с какими-то, может быть, тонкостями, особенностями, или процедура, в принципе, не изменится и будет такая же, как и для остальных жителей России? Процедура абсолютно одинакова для всех жителей России. Тесты абсолютно стандартной формы, то есть абсолютно все равно, где их проходить, здесь, в Крыму или на материковой части России. Другое дело, что, конечно, здесь, среди русскоговорящего населения, этот экзамен проходит проще, то есть люди говорят на русском языке, зачастую это язык, который они знают на очень высоком уровне, то есть они общаются свободно. Поэтому здесь, конечно, русский язык сдавать им проще, нежели людям, для которых русский является языком совсем чужим, который нужно изучать дополнительно, и тогда, соответственно, возникают определенные проблемы. Здесь пока вот сколько мы работаем, еще с людьми, которые плохо знают русский язык, мы не столкнулись. Спасибо. Мы желаем успеха в вашем работе, обязательно найти новое помещение и прийти к нам в следующий раз, рассказать об успехах в своей деятельности. Спасибо. Мы не завершаем наш эфир, оставайтесь с Первым Крымским, будьте в курсе последних событий.